Давайте посмотрим, как можно инициализировать двумерные списки. И посмотрим это на примере генерации квадратной матрицы n на n, состоящей из одних нулей. Как сгенерировать такую матрицу? Ну, мы умеем генерировать один линейный список, состоящий из одних нулей. Это просто-напросто выражение элемент 0 умножить на n. В результате получается, ну, в случае n, равного 3, получим список, состоящий из трех нулей. Хорошо. Давайте теперь для того, чтобы получить n списков из n нулей, мы умножим результат на n. Вы можете это проделать и даже убедиться, что значение теперь a и t, j, t для всех i и j действительно равно 0. Для всех i и j от 0 до 2, конечно же. То есть, казалось бы, наша квадратная матрица вполне себе успешно сгенерилась. И у нас на пересечении этой строчки изжитого столбца стоят нулевые значения. Казалось бы, все замечательно. Но не совсем. Давайте попробуем поменять какое-нибудь значение. Например, поменяем значение a нулевое на число 5. Ну, казалось бы, должно произойти теперь следующее. Вот это одно значение станет пятеркой. Остальные значения должны остаться нулями. И мы можем проверить это. Можем вывести значение a. И увидим мы совершенно другое. Мы увидим, что каждый элемент списка a, который является, каждый элемент является списком и содержит сейчас в качестве первого элемента число 5. То есть, наша матрица выглядит вот таким вот образом. В самом первом столбце все значения стали пятерками. Почему так произошло? Ну, на самом деле, потому что мы достаточно специфическим образом генерировали наш итоговый список. Мы изначально создали список из трех нулей, а потом список a создали как n ссылок на этот один и тот же список. То есть, у нас каждый элемент списка a это ссылка на один и тот же объект, состоящий из n нулей. И поэтому, естественно, когда мы меняем какой-то элемент у этого объекта, какой-то элемент этого списка, то мы видим, что это отражается на каждом элементе итогового нашего списка a. То есть, фактически мы создали таким образом не матрицу n на n, а мы создали строчку из n элементов и скопировали ссылку на эту строчку n раз. А для того, чтобы создать настоящий двумерный список из n на n из нулей, можно использовать генераторы. То есть, list comprehension. Делаем это следующим образом. Для каждого i от нуля до n-1 мы заново генерируем, по-новой генерируем список из n элементов. Такая конструкция нам создаст n списков из n нулей, где каждый из этих списков будет независимый. Можем изменять любой элемент, и это никак не отразится на других списках. Можно для этого использовать и вложенные конструкции генераторов списков. Внутренняя конструкция нам с помощью генератора создает список из n нулей, и мы этот генератор запускаем n раз. В итоге тоже получаем n списков из n нулей, то есть матрицу n на n, состоящую из одних нулей. Чего мы и хотели. Продолжение следует...